Город Казань. Так ведь поправляю на всякий случай. Здравствуйте, дорогие друзья. Впервые выступаю в этом жанре, это пробы пера. Извините, что не в костюме, как сказал вчера Максим, я сына сдал в детдом и костюм тоже сдал в ломбард. Итак, позвольте познакомить вас с самыми распространенными заболеваниями на территории России. Ну и хочу начать с таких хронических заболеваний, как острая финансовая недостаточность, растяжение коррупции, прободение бюджета и, как следствие, народострофия. Противовес народострофии есть такое заболевание, как ажирит. Ну, ажириту предшествуют такие заболевания, как интернетная лихорадка, фастфудомания и пепсид. К сожалению, должен отметить, что в молодежной среде прогрессируют следующие заболевания. Бодларея, вот тут такое страшное еще заболевание, гопнифилис, вот есть такое еще заболевание, истощение культуры, бухлемия и мажоризм. Теперь хотелось бы поговорить о болезнях шоу-бизнеса и телевидения. Ну, болезнь такая очень популярная, скажем, в этой сфере. Голубая горячка, эпидерсия и многочисленный перелом ценностей. Но и в заключение хочу познакомить вас с заболеваниями политического характера. Это олигархит, думьепасть, плеватит, зюганопухоль мозга и жиристерия. Ну, как вы думаете, какая панацея от всех этих заболеваний? Мне кажется, что панацея от всех заболеваний является бальзам Путня. Вот, есть такое подозрение. Так, будем здоровы, друзья. Всем здоровья желаю. Спасибо. Спасибо, друзья.